Как дистанционное обучение может сказаться на результатах ЕГЭ? Самоизоляция выпускников помешает ли мечте поступить в лучшие вузы страны? Эти вопросы мы задали учителю года математику Юлии Копалкиной. У него в гостях на расстоянии социальной дистанции побывал Руслан Куркмазов. Я действительно счастлива, что я именно в Зеленчуке живу. Юлия Александровна счастлива, что у нее не квартира с видом на Красную площадь, а дом с видом на Эльбрус. Поэтому самоизоляция проходит комфортно. Дом со ставнями, площадью как хорошая трехкомнатная квартира, двор и много-много цветов. А еще у учителя года во дворе банька и летний домик. А рядом благоухает алыча. И пчелы исполняют весеннюю симфонию. И, конечно же, у учителя года Юлия Александровна есть свой огород. И она считает, он не должен пустовать. Картошка здесь уже посажена. Математик Юлия Александровна не стала огород превращать в газон. Потому что выращивание картошки имеет философско-полезный смысл. Дело все в том, что, во-первых, совместный труд семейный сближает. Это раз. Во-вторых, я точно знаю, что я картошку ничем не обрабатываю. Ну, а в-третьих... А вообще ничем не обрабатываете? А жуков как вы удаляете? Ну, собираем по возможности. А то и съели-съели. Что осталось, то и нам, собственно говоря. Ну, а кроме того, еще прибавьте, что земля не должна пустовать, наверное. Раз мы хозяева земли, то она не должна пустовать. Цветочки огород у учителя математики после дистанционных уроков. Доброе утро! Доброе утро! Рада вас видеть, ребята. Как настроение? Как здоровье? Игра. Все хорошо. Пока я. Отлично. Так, давайте начнем урок алгебры. У нас сегодня тема решения линейных неравенств. Опознавать науку цифр надо только с энтузиазмом, чтобы дети восприняли все это серьезно и не думали, что удаленка – это халтура. Так, пожалуйста, без чая, без ничего не галдим. Три, четыре. Внимание на доску, ребята. Есть, конечно, группа детей, у которых нет возможности технической просто, да, работать в интернете. И таких детей мы тоже знаем. Мы собрали списки детей, кто не может заниматься в интернете в силу материальных возможностей. С такими детьми мы работаем индивидуально, мы посылаем им индивидуальные задания, мы их собираем, проверяем через телефоны родителей, находим какие-то возможности. То есть эти дети у нас вообще на индивидуальном плане обучения. А что делать? Нужно учить. Здесь у нас все-таки есть закон о образовании и право имеет учиться любой человек, а не только тот, у которого есть компьютер с выходом в интернет. Если у школьников помладше есть шанс в новом учебном году устранить пробелы дистанционного обучения, то как быть выпускникам? Неужели удаленка удалит мечты о хороших вузах? Ждать ли нам плохих результатов ЕГЭ? Подготовка именно к ЕГЭ – это во многом самообразование ребенка. Ребенок сам готовится к тем предметам, которые он выбрал. И нам не зря достаточно долгое время говорили о том, что школа не должна натаскивать на ЕГЭ. Это не есть основная задача школы. Основная задача школы – дать образование. А натаскивать на ЕГЭ у нас даже особой времени нет на уроках. У нас для этого есть факультативы, дополнительные занятия. Мы, естественно, контролируем процесс подготовки к ЕГЭ, но оно не является самоцелью современного образования. Поэтому, по крайней мере, я считаю, что дети, которые готовились к ЕГЭ серьезно, они сейчас получили даже, может быть, некоторые бонусы. Потому что они могут заниматься... Какие? Ну, потому что они могут заниматься именно выбранным предметом, достаточно серьезно находясь дома. И, в принципе, если ребенок готовился достаточно серьезно до этого к ЕГЭ, я не думаю, что введение дистанционного обучения станет прямо очень серьезным препятствием для сдачи экзамена. Юлия Александровна уже соскучилась по живому общению с детьми. Она уверена, и пандемия, и самоизоляция пройдут. А пока во дворе к солнцу тянутся плоды можжевельника. Хвоя сейчас наполняет двор не только приятным, но и очищенным воздухом. А чуть позже учитель года выжмет противомикробный полезный можжевеловый сок. И в этом есть счастье – жить ближе к земле. Руслан Куркмазов, Руслан Харченко и Зеленчука. Вести Карачаево-Черкесия.